Ну а также мы поздравляем президента с тем, что сбылась его мечта. И вы в прямом эфире, друзья, смотрите, как она сбывается. В данный момент, я думаю, что долго не нужно раздумывать, размышлять над тем, кто эти люди. Могу точно сказать, что у них в руках находятся флаги различных стран. Юрий, у вас есть три попытки. Скажите, пожалуйста, что это за флаги? Ну, случайно, я по-прежнему не читал, что это было написано, что это все читали ОЕФА. Но это не так сложно. А по-друге, действительно, они символизуют, мабуть, будущую историю этой арены, что каждый из этих участников ОЕФА обязательно должен приехать на Донбасс-арену, сыграть с Шахтарем, я думаю, програти ее. Но спорт есть спорт, на результат влиять нельзя. Это действительно флаги стран, которые имеют прямое отношение к кубковой истории. Можно увидеть прапор Голландии? Тебе кажется, что это основной соперник Шахтера? Ну, ближчим часом, принаймне, хочется. Ну, вчера дивился игру? Да. Все вчера дивились и переживали, звичайно, как хлопцы якисно играли, провели бит. До последней секунды вышли в добавленный час. И как жаль, что так Фортуна повернулась за 2 кг до конца манча. Я думаю, что все только начинается. Теперь на этой арене можно черпать совершенно другую энергию. На этой арене можно показывать другой футбол. И должен отметить, что люди, которые сейчас делают это уникальное шоу с флагами стран УЕФА, они также приехали к нам из Европы. Этот коллектив флагоносцев выступает на лучших церемониях и олимпийских игр, и футбольных в частности. И в данный момент мы смотрим в их исполнении уникальное хореографическое шоу и замечательную постановку. Ну, по-перше, хочется действительно згадать, что именно этот год стал для Шахтаря роком УЕФА. Да, это еще одна мечта, которая сбылась. Так, злово-жди, мрые действуются, и очень хорошо, когда они действуются именно украинскими командами и в украинских командах. Если говорить вообще о шляхе до этой победы Шахтаря, то это не так просто, потому что более 70 лет начинает писать историю этого клуба, тогда он назывался «Стахановец». И, кстати, о мечте я очень быстро перепрыгну. Так, 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 прошу. Также 10 лет назад президент клуба сказал, что я хочу, чтобы мой клуб выиграл европейский трофей. И вот, пожалуйста, ровно через 10 лет. Интересно, что он сегодня скажет. И дай более, чтобы его мрые здействовались. Вы посмотрите, что в руках у этой девочки, последний, именно в таком виде, кубок УЕФА, который дунулся именно Шахтарю. Боже, что происходило в Украине, в городе Донецке в этот момент? То что в Донецке у всей Украине это происходило? В Киеве, ты думаешь, на ширину и в болевальники не ехали? Не кричали всю ночь, кричали, что Шахтар переможец, Шахтар чемпион. Совершенно верно. И в городе происходило то же самое. Я был в эти минуты на главной площади города, и там останавливались трамваи, троллейбуси. А можно себе, я выйти? Обнимались. Естественно, размахивали флагами Украины и Шахтера, и кричали «Шахтер чемпион, Украина вперед». Ты знаешь, что хочу сказать? Что именно в такие моменты, когда наши хлопцы, наши футболисты, спортсмены где-то на международной арене, именно тогда наша страна как-то так объединяется в одном порыве. Потому что это момент счастья, момент истины. Момент, когда в вашей мрее здействуется арендарная аренда лучшая. И в этот момент хочется гордиться всей страной, что у нас есть такая арена, есть такие клубы, есть такие люди. Так. И сейчас вы видите, как на центр этого стадиона выходит президент клуба «Шахтар», человек, который действительно повернула историю этого клуба в новое русло. И именно ему сейчас может передать эта красивая девушка. Кубок УЕФА. Действительно, он не настоящий. Мы понимаем, что настоящий кубок. Это довольно прилично весит, мы это знаем. Это полный оригинал макет, который полностью повторяет эти святые формы. Этот кубок путешествовал по Украине. С ним можно было сфотографироваться, к нему можно было прикоснуться. И это еще раз всех объединило. Вперед, Украина! Какая цикова. Мы вас витаем, наши вболевальники, футбольные вболевальники, еще кубок УЕФА у нас в Украине и его влогов, самый Шахтар. Интересно, кашамой это каждый раз переживать. Этот момент, когда тебе в руки идет кубок УЕФА. Пусть даже его копия. И я думаю, что эта девушка была своеобразной ангел УЕФА. Да, яка надыхала на перемоги и надыхатиме, думаю, на перемоги у всех наших футболистов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Это можно проиллюстрировать тем, что даже женщины, которые ничего не понимали в футболе, они говорили, я буду сидеть и сидеть в футбол, я буду болеть, я буду поздравлять команду-победительницу. Уникально. Это настоящие эмоции. Это то, что объединяет всех. Не зря. Вы видите, Мирчер Луческо, тот тренер, который привел нашу команду до такой серьезной победы. Я думаю, что в последние ближайшие, ну, как минимум, двух лет будет работать с ней. Той тренер, который нашли наконец-то керевство клуба «Шахтар». Вот этот уникальный гол сейчас был забит в полуфинале, по-моему, с «Динамо». И вот, наконец-то, финальные, два финальных матча. Финальные голы. Финальные голы, когда «Шахтар» стал володарем кубка «УЕФА». Ось так мы умеем расстраивать наших суперников. И в эти же секунды началось что-то, что невозможно остановить на стадионе. Уявляйте, видныне на стадионе «Донбасс-Арена» переживатимуть такие эмоции наши команды. Наша команда «Шахтар» и наши уболевальники саме так святкуватимуть ее перемогу. Браво! По-моему, пора появиться главным виновником торжества. Иметь такую домашнюю арену – это очень большая часть. Так, и нужно сделать первый шаг на очах всей страны. Наши и господа, это, если не поминяюсь, пан Гусев. Да, это популярный комментатор, который сейчас представит героев.